ночное включение по крипте. Помните, когда биткоин падал на 30 тысяч и наконец-то лег на сетку поддержки EMA Ribbon, касания которой не было еще, начиная с 10 тысяч, весь вот этот период, практически полгода. Что все орали здесь? Конечно же, что это скам, медвежий рынок, биткоин больше никогда не будет расти, и что мы идем на 20 тысяч, на 15 или даже на 8. Все, кто меня смотрели, знают, что мы активно накапливали с вами лонги все вот это время. И что мы увидели после этого? Прекрасный отскок и возврат к тем же значениям. Даже переписали all-time high. Поэтому всех поздравляю, кто умеет переть против своих эмоций, против страхов, против толпы, потому что только такие зарабатывают на этом рынке. А респект хочу выразить Кевину Свенсону, одному из очень, на мой взгляд, недооцененных аналитиков, который в самый вот этот вот момент как раз предсказал полностью вот это все движение цены с продолжением роста в виде флета и продолжением роста. Как это, собственно, выглядело? Если вы подписаны на наш телеграм-канал и на наш второй канал CryptoCommons 2.0, то вы должны об этом знать. Выглядело это вот так вот. Он сравнил движение биткоина в 2021 году с движением золота в 2011 году и назвал этот паттерн, ну, точнее, вычитал его из книжки, паттерн «три пика и куполообразный дом». «Три пика и дом с куполом». И кто не в теме, то у нас на втором канале, ссылка на который, естественно, в описании, CryptoCommons 2.0, обязательно подпишитесь. Постоянно выходят переводы очень крутой зарубежной аналитики. Вот он, этот второй канал. Ждем вас там обязательно. Так вот, мы этот видос про дом с куполом сразу же перевели, вот, как вы видите, 4 месяца назад, когда все продавали и не верили. Продавали в убыток. Вот такой план Кевин нарисовал. И что мы сейчас видим? В двух словах, это идеальную отработку по этому плану. Я вам хочу сказать, что Кевин Свенсон очень крутой аналитик, очень недооцененный. Я смотрю, его с 2019 года. Он ошибался буквально там незначительно. Ну, типа там, ковид-дамп не мог предвидеть такой жесткий. А так, в целом, все медвежьи рынки тоже очень хорошо предсказывал. Поэтому смотрите, что он говорит сейчас, что мы находимся на этапе first floor, то есть первый этаж. И мы здесь можем по биткоину еще поконсолидироваться какое-то время и только после этого уже пробиться на еще один этаж и потом на уже высокие какие-то значения. Как было с золотом и как, соответственно, будет с биткоином. То есть, можем это экстраполировать таким образом на график. Примерно вот, как я нарисовал. Ну, если более точным, то, наверное, вот так. Типа вот так, вот так и вот так. То есть, в таком случае, пик у нас может с вами быть в феврале или даже в марте следующего года. Пока сценарий отрабатывает идеально. Вы скажете, это все фигня, рынки не подвластны теханализу, теханализ на крипте не работает, это все инфо-цыгане и так далее. А вот это отлично. Отлично, если вы так скажете, потому что вы-то нам и нужны, ребята. Вы купите обязательно вот здесь, когда вам ваши школьные друзья позвонят на хаях и продадите потом вот здесь. К сожалению, но это медицинский факт. Так многие, большинство людей себя и ведут на рынке. Поэтому, если вы хотите изменить что-то, если вы постоянно сливаете, то попробуйте мыслить от обратного. Не как толпа, не как все. Допустим, если вам хочется купить, нажать long, попробуйте нажать short или наоборот. Если вам сейчас хочется нажать short или забрать прибыль, попробуйте ее не забирать. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Вот. А так в целом, я не выходил два дня в эфир, немного занят был другими делами. Ничего не изменилось. На недельном таймфрейме у нас зеленый бычий тренд по общей капитализации. Мы переписываем all-time high. По капитализации альткоинов тоже мы переписываем all-time high, что является прекраснейшим знаком того, что мы в бычьем тренде. Акции MicroStrategy тоже находятся в бычьем тренде. Компании, у которой 99 или даже 100% ее активов находятся в биткоине. И кто не в курсе, MicroStrategy существовала еще с 1998 года. И в 2000 году после пузыря доткомов стоимость ее акции упала на 99 с чем-то процентов. И это не помешало через 20 лет после этого восстановиться им практически. вернувшись уже к своим средним значениям. Давайте так. Это я о том, что даже если вы застряли в каком-то щиткоине, который ведет себя вот так, не будем показывать пальцем сегодня ни на какой. То это не значит, что он не поднимется через какое-то время, может быть, даже в следующем цикле. Вот такой вот вам валерьяночки на ночь, если вы это смотрите ночью. А если будете смотреть с утра, то, думаю, что полезную информацию какую-то все равно подчерпнете. Вот, поэтому чего тут скажешь? Все идет по плану. На Байбите будет завтра лаунчпад рано утром, через 5 часов 40 минут. То есть по Москве это получается где-то в 6 с чем-то утра, да? В 6.30 утра, что ли? Вот. Кто держит битдау на балансе на Байбите, надо было нажать участвовать, и в принципе по ходу все. Будет токен сейл CBX, очередного игрового токена. Игра, где нужно фармить там каких-то этих коровок там, сельское хозяйство, все такое, очередной суперфермер. Но это не реклама, если что, я просто вам рассказываю. Так что ссылка на Байбит, естественно, тоже в описании. Кто-то еще подумал, что в моем предыдущем видосе это была рекламная интеграция, вот это MAN и Decentraland, да, и то, что я ссылку здесь добавил. Это не интеграция, ребят. Это просто реально я играю. То есть когда у нас рекламная интеграция, всегда появляется значок сверху, что есть реклама. И в Телеграме, когда вы видите какие-то посты в стиле там успей вступить в випку, там закрывается это. Ну это же понятно, что это реклама. Ну, ребят, я не думал, что настолько вам это непонятно. Что еще хочется отметить, это биржевой токен Ascendex зашевелился. Смотрите, это его часовой график. Он уже сходил, запампился с 0,5 до 0,8 и откатился обратно практически на трендовую. Вот. И если вы посмотрите фрактальный его месячный график, то он реально только-только зашевелился. У него был памп, как вам может быть известно, на 3 доллара. Это тогда еще называлось биржа BitMax и токен BitMax. В итоге их там прохакали. У них случился ребрендинг, все это упало. И сейчас, дисклеймер, конечно же, не финансовый совет, но возможно, что он идет на новые хаи, потому что это биржевой токен. Вы сами знаете, как себя ведут биржевые токены. Вон Basic Attention уже полетел, даже еще без новостей о запуске биржи. Так что, не знаю, я взял немного этого Ascendex. Ссылка на Ascendex тоже у нас есть в описании, если вы прокрутите ниже. По ней вы можете в марджин трейдинге, в пятом плече, брать даже этот Ascendex. Но опять же, дисклеймерище просто, ребята, если вы что-то делаете, то только вы за это отвечаете, принимаете на себя все риски. И мы вас ни во что не вгоняем. Ну, а так все то же самое. Что тут скажешь? Держим биток, держим эфир, держим старичков, держим Dash, Light Talk. Все хорошо, ребята. Ничего не изменилось. Лонги уже поперли, как вы можете видеть. Но сейчас немного консолидируемся. Видим резкие свечки вот такие по Dash. Но, как мы видим также, что их активно выкупают обратно. Поэтому бычьи дампы, бычьи дампы, ребята. И не забывайте, что всегда, когда мы видим коррекции, мы находимся внутри еще большей зеленой свечи. Просто. Даже по Dash, ребята, если вы приблизитесь, то вы увидите, что на недельках мы находимся внутри зеленых свечек. Так что все нормально. С вами был Гриня. Это Alt Season. Это канал Crypto Commons. Завтра запилю нормальный выпуск. Вот. Все ссылки в описании. Подписывайтесь к нам в Телегу, на второй канал. Ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. И напишите в комментариях, что вы думаете по рынку. Верите ли вы в биток по 100к и выше, в эфир по 10к и выше, и в Dash. Ну, давайте так, альтернативно, хотя бы по 1000. Хотя мы перевели очень крутой видос, где Dash идет на 50 тысяч, поэтому на втором канале, если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Все. Всем профитроличек. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok